Слово В России иногда некоторые мужчины приветствуют друг друга целованием, а вот в той стороне предполагается, что всякий раз, когда ты встречаешь знакомого человека, ты должен приветствовать его троекратным целованием. С другой стороны, ведь это же одна из заповедей Святосвященного Писания. Приветствуйте, братьев, целованием святым. Но вот вопрос. What if we're in a culture where the point of that command is turned around and the effect is the opposite of the effect it was aimed at? А что, если вокруг нас эту заповедь перевернули с ног на голову? Что, если смысл этого поцелуя, понимается, совсем не так, как предполагалось в библейской заповеди? В то время братское целование считалось не только приемлемым, а правильным, хорошим. Было приятно, когда тебя приветствуют поцелуем. But what if you come from a low degenerate culture like me, and you don't want to be kissed, it's not pleasant, it's not a good experience. А что, если человек происходит из такой развращенной культуры, как я, где поцелуй между мужчинами далеко не считается общепринятым и уж тем более приятным? Now, in the first century, it was a positive, pleasant, comfortable, needed thing to have your feet washed when you entered a home. В первом веке было необходимо и даже приятно и хорошо, когда вы приходили в дом и вам омывали при этом ноги. Because it was going to be unpleasant socially if your feet were not washed. Потому что, если ноги не омыть, вот тогда потом будет неприятно всем. Сегодня, если я вхожу в дом, допустим, в Будапеште или в Атланте, и хозяин дома настаивает, что, входя в дом, я сажусь и он снимает с меня обувь, он снимает с меня носки и начинает омывать мне ноги, вряд ли это будет приятно, вряд ли это будет уместно и уж тем более это не нужно. Now, in the West, in the 21st century, if we did that, it would have the opposite effect that it had in the first century. Значит, на Западе в начале 21 века омовение ног имело бы эффект противоположный тому, который ожидался в первом веке. Do I feel comfortable saying this command is culturally relevant, this command is not? А легко ли мне сказать, могу ли я с легким сердцем разделить заповеди на приемлемые или неприемлемые с культурной точки зрения? Конечно, нет. Не могу я такое разделение внести. Считаю ли я себя достаточно образованным и достаточно духовным человеком, чтобы производить такое разделение? Конечно, нет. И поэтому и по этой причине я говорю о том, что в этом далеко можно зайти. Однако, дело-то в том, что если результат исполнения заповедей окажется противоположным тому результату, ради которого эти заповеди давались, то об этих заповедях есть смысл задуматься. Очевидно, что некоторые заповеди относятся либо к конкретному человеку, либо к конкретной местности, либо к конкретной ситуации. Приехать до наступления зимы. Или привези с собой книги. Особенно кожаные. Вы когда-нибудь привозили с собой книги, особенно кожаные? Пергаменты. Это что, вам заветная заповедь? Да. Она относится к вам? Обращена к вам? Нет. Но вот это разделение, вопрос непростой. И я не буду претендовать на то, что у меня есть все ответы. Возможно, люди, омывающие ноги поступают в большем соответствии с Священным Писанием. Я не знаю, мне кажется, что это не так. Но я не могу с уверенностью утверждать. Я хочу проявить к ним уважение. Я хочу выслушивать их точку зрения. И в 18 стихе опять то, что мы можем назвать все, кроме Иуды. Он говорит, не о всех вас говорю. Обратите внимание, как Иисус накладывает Божие владычество поверх человеческой ответственности. Божию цель или Божий замысел поверх человеческой греховности. Иисус не объясняет величайшее предательство Иуды его греховностью, испорченностью. Конечно, Иуда был большим грешником. Но Иисус не говорит, Иуда от меня отвернулся. Хотя, да, Иуда таки отвернулся от Христа, но Иисус напрямую об этом не говорит. Что же Он говорит? Я Его не избрал, говорит Он. Я знаю тех, кого избрал. Вот что поразительно. Дальше Он говорит о том, что это должно произойти, дабы исполнилось Писание. Чтобы будет Писание. И Он цитирует стих, стих из 40-го Псалма, где в контексте говорится о том, что тот, кто имеет общение со мной за трапезой, будет против меня, восстанет против меня. В 19 стихе Он говорит, теперь сказываю вам прежде, нежели то сбылось, дабы когда сбудется, вы поверили, что это Я. То есть, дабы когда это сбудется, кто-то не сказал, что вот ты нас об этом не предупредил. Многого в Библии я не понимаю. Приведу вам один пример, приведу вам стих, который не понимаю. Помните римский сотник в Евангелии от Матфея 8 глава? Он говорит, ну вот тебе даже не нужно приходить ко мне в дом, ты только скажи слово и исцелится мой слуга. Помните этот стих? А потом мы читаем реакцию Иисуса, Иисус был восхищен, Иисус был поражен, Иисус по-русски удивился. Я этого не понимаю. Об этом я, конечно, могу поговорить. Даже проповедовать на этот стих могу. Даже попытаться его объяснить. Но по большому счету я не понимаю смысла этого стиха. И все же принцип в нем есть. Иисус никогда не удивляется плохим поступком людей. Но по крайней мере один раз он удивился, изумился хорошему поступку. Хорошему поступку язычника. Отчасти, я думаю, он этому изумился, что правильно поступил, правильно рассуждает именно язычник. А вот поступки Иуды Искариота Иисуса не удивили. Он изначально знал, что будет. И в 19 стихе он продолжает. Теперь сказываю вам, прежде, нежели то сбылось. Дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я, или что я это предсказал. В следующих стихах он совершенно конкретно будет говорить о предательстве. В 21 стихе он говорит, один из вас меня предаст. Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Ученики были в шоке, они не ожидали такого. В 23 стихе автор 4 Евангелия снова говорит о себе. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Вот что происходит здесь. Они возлежат за столом, головой к столу, ногами от стола. Они опираются на левый локоть, и правая рука у них свободна. Правой рукой они могут брать еду со стола. Иоанн находится перед, возлежит перед Иисусом. И в нужный момент, если хочет, он может положить голову на грудь Иисуса. Первая моя встреча с группой россиян, не с одним россиянином, а с несколькими сразу. Произошла в 1988 году в аэропорте города Бухарест. Мы собирались сесть в самолет из Будапешта в Констанцию на побережье Черного моря. Тогда еще в Советском Союзе был социализм. И вот в самолет садилась команда советских борцов. И один из борцов, размером поменьше, сидел на коленях у такого большого, серьезного борца. Мужики были такие настоящие, мужикастые, мускулистые, качки, как положено. Никакого даже намека на гомосексуализм не было. Но я наблюдал вот эту близкую, даже физическую привязанность, которую часто можно наблюдать среди спортсменов. И вот я видел, как этот маленький такой борец сидит на коленях у самого большого борца и иногда даже кладет ему голову на плечо. Мне, американцу, вот это стало не по себе. Но, может быть, российская культура ближе к культуре первого столетия. Так вот, Иоанн возлежит перед Иисусом, а Петр перед Иоанном. Значит, Иисус говорит, один из вас меня предаст. Ученики в шоке, в смятении. И вот в 24 стихе Симон Петр шепчет Иоанну, слушай, выясни, о ком он говорит. Наверное, кроме Иоанна никто этих слов Петра и не слышал. Вполне возможно, что только Иисус слышал слова Иоанна. Господи, кто это? Начиная с 4 стиха, у нас нет никаких сомнений, что автор этого текста был свидетелем происходящего. Он присутствовал при всем этом. В 26 стихе Иисус отвечает, тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам. Вот он и есть предатель. И, обмакнув кусок хлеба, подал Иуде. Сложно понять эти таинственные слова, которые записаны во 2 стихе, о том, что дьявол уже положил что-то в сердце Иуды. Мы с вами христиане, но бывало ли с вами такое, что приходит какая-то мысль или какое-то желание появляется. А вы точно знаете, что это от дьявола. У вас такое было? Вы знаете, что мужчинам свойственна такая вещь. Вот садишься помолиться, садишься подумать, почитать Священное Писание. И вдруг появляется какая-то нечистая, прелюбодейная даже мысль. Для нас очевидно, в ком источник этих мыслей. Есть определенные признаки, по которым дьявола можно узнать. Всякая мысль, заставляющая нас усомниться в благости Божией, всякая мысль, заставляющая нас усомниться в Божьей заботе исходит от дьявола. Всякое самоосуждение, не связанное с крестом Христовым, всякое самоуничижение, всякое самоумоление, которое противоречит Божьему Слову о вас. Исходит от дьявола. Один из признаков духовного роста, духовной зрелости, это способность отличать Божье обличение в грехах и дьявольское осуждение. Это совершенно разные понятия, совершенно разные состояния. Вот очевидно, во втором стихе дьявол влагает мысль в разум Иуды. Но в 27-м же стихе сам сатана, сам дьявол входит в Иуду. Мы не понимаем, как это происходит. Это тайна для нас. Но мы можем сказать лишь о том, что дьявол взял в свои руки, взял под свой контроль, под свое управление личность Иуды. Действие личности Иуды. В 27-м стихе Иисус смотрит на Иуду и говорит, что делаешь, делай скорее. Если уж ты решился это делать, делай. Если ты уверен, что хочешь это делать, давай теперь делай. Пара наблюдений по этому поводу. Пара наблюдений по этому поводу. Что Иисус говорит в присутствии Иуды, и в том, что Иисус говорит в Иуде, это чудесный предложение благословения и благословения к Иуде в последний момент. Обсловение благословения и благословения, которую Иуде не дадут. Слова Иисуса, обращенные к Иуде, содержат милость и благодать, которые Иисус предлагает Иуде в последний момент. Предложение, которое Иуда отвергает. Дело-то вот в чем. Иисус совершает чудо. Иисус читает мысли другого человека. Он открывает его мысли вслух. Есть известный британский проповедник, Джон Стотт. Стотт сейчас уже очень много лет. Он давно уже на пенсии, и он серьезно болен, у него сейчас потеря памяти. Так вот, во время Джон Стотт проповедовал на эту тему и говорит, никто не способен читать чужие мысли. Ну, например, попробуйте сказать, о чем я сейчас думаю. И, конечно, в ответ было молчание. Он говорит, я сейчас думаю или вспоминаю о том времени, когда я как-то плавал в Индийском океане. Дело в том, что проповедники очень часто повторяют свою проповедь. И вот я слышал, когда эту проповедь, я думаю, вот бы попасть мне еще раз на ту же самую проповедь. И Джон Стотт спросит, о чем я сейчас думаю? И я ему скажу, а вот вы думаете и вспоминаете о том времени, когда вы в свое время плавали в Индийском океане. Не попал я на ту проповедь. А теперь он больше не проповедует, поэтому мне вот так его подставить уже не удастся. Так вот, Иисус на этот вопрос мог ответить со стопроцентной уверенностью. О чем я думаю? Но ведь это же чудо. Любое чудо доказывает власть чудотворца. В данном случае чудо Иисуса Христа доказывало его божественность и, более конкретно, Божие свойства всеведения. Иисус совершает чудо. Но единственный, кто знает, что это чудо, единственный, кто видит это чудо, человек неверующий. Кроме Иуды, никто не понимает, что в этот самый момент Иисус проявляет свое всеведение. Всеведение. Значит, смотрите, что получается. Иисус лично Иуде снова доказывает, снова показывает, смотри, я совершаю чудо. Смотри, я именно тот, кем себя называю. Смотри, я Бог, я Сын Божий. Иисус совершает чудо специально для Иуды, потому что кроме Иуды не понимал никто, что здесь на самом деле происходит. Иуда четко видит это чудо, совершившееся чудо, и все равно идет и предает Иисуса. Все последние чудеса Иисус совершает для неверующих. Об этих чудесах мы будем говорить подробнее. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинарий.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий. Субтитры создавал DimaTorzok